Друзья, вы наверное помните, как перед Новым Годом я собирался запускать на острове Маврикии производство шоколада и конфет ручной работы, познакомился с хозяином местной фабрики, но потерпел в итоге поражение, потому что он узнал, что я из России. Мои основные зрители знают предысторию, вы помните, как я ходил на собеседование, я вам рассказывал, что все было хорошо, что моя продукция всем понравилась, а для новых зрителей я сейчас расскажу предысторию. Дело в том, что с 2011 по 2018 год в Москве у меня была своя фабрика, небольшое предприятие, на котором работало 15 человек, это упаковщики и фасовщики, и курьеры, и менеджеры, и эту фирму я создал сам с нуля, мы производили конфеты ручной работы, какао-продукцию, шоколад по моему авторскому рецепту, у меня даже есть на это патент, и мы продавали свою продукцию более чем 250 магазинов по всей России, но это были такие небольшие магазинчики, конечно, не Азбука Вкуса и не Перекресток, маленькие магазинчики здорового питания, но тем не менее бизнес шел очень хорошо. На острове Маврики я решил повторить свой удачный опыт, я знаю, как это все работает, как это все функционирует, хотел сделать небольшое производство, хотел найти фирму, которая уже работает с магазинами сетевыми, и с ними договориться, чтобы им поставлять продукцию, фасовать под их торговой маркой, и они бы уже продавали по своим каналам. Потому что самое лучшее в бизнесе, это когда ты работаешь на контракт, вот ты знаешь, что у тебя есть такие-то заказы, у тебя есть такие-то клиенты, ты под них производишь необходимое количество продукции, и всегда знаешь, сколько тебе продукции купить, сколько материала, сырья, сколько тебе нужно работников, и, соответственно, это очень удобная система. В итоге, походив по магазинам, я нашел полку со здоровым питанием, нашел, кто эту продукцию производит, у них там были какие-то конфетки, батончики из фиников, из орешков, какие-то напитки, еще что-то, пудра, белковые протеиновые коктейли из семян и так далее. И я нашел, значит, контакты на оборотной стороне, позвонил в эту фирму, назначил встречу с генеральным директором, пришел, принес сразу образцы своих конфет. Ему эта продукция очень сильно понравилась, мы с ним обсудили все детали, это было перед Новым годом. Я встретился один раз, потом он меня пригласил на встречу еще раз, мы уже поговорили по финансам, по деньгам, по организации процесса, ему все очень сильно понравилось. И перед Новым годом я должен был уехать в Швейцарию, мы с ним ударили по рукам, я должен был поехать в Швейцарию, забрать необходимое оборудование, это всякие формочки, тесто, значит, шоколадно-варочные машинки, машинки, которые разливают шоколадформы. Я это все в Швейцарии собрал, после Нового года вернулся, и у нас с ним была еще одна встреча. На этой встрече я еще раз принес образцы, мы еще раз с ним утвердили, какие вкусы мы будем брать, какие там орешки добавлять и в каком количестве, что добавлять, чтобы было сладкое, чтобы добавлять, чтобы было кисленькое, то есть я учитывал все его пожелания, и все было, в принципе, классно. Но он сказал, что ты будешь покупать продукцию, то есть орешки, сухофрукты у меня по такой-то цене. Я посчитал, что для меня это было выгодно. Говорю, все супер, мне это даже очень будет удобно. Мы ударили с ним по рукам. Я у него уже купил первую партию товара, ну там орехи, семечки и так далее, да, и сделал ему первую поставку. В итоге пишу ему на почту и говорю, что все готово, я готов вам привезти свою продукцию. Он мне не отвечает день, не отвечает два. Я приезжаю к нему в офис, а секретарша говорит, его нету, он не может с вами разговаривать, хотя я вижу, что машина его стоит. Думаю, ладно, не буду напрягать человек, потому что у него как бы менеджеры сидят в одном кабинете, а его кабинет вообще находится в другом крыле, и туда просто так не пройдешь, там охрана и так далее. Я возвращаюсь домой, пишу ему уже на WhatsApp, и он мне через два дня отвечает, что извините, мы с вами работать не можем. Я долго не мог понять, что же произошло. Я ему еще написал смс на WhatsApp и спросил, а почему вы не можете поставить продукцию, которую я уже вам сделал, в свои магазины у них, потому что еще есть свои магазины, чисто личные, где они продают под своим брендом. Но он мне больше ничего не ответил. И вы знаете, я начал гонять эту ситуацию в голове и понял, что когда два раза мы с ним встречались перед Новым годом, он у меня спросил, откуда мы приехали. Ну, прямой вопрос, откуда вы приехали? Мы приехали из Швейцарии с семьей, у нас там своя булочная, и также мы тоже там продавали свои конфеты. А когда мы с ним в третий раз встречались, уже после Нового года, он говорит, у вас такой интересный акцент, все-таки вот, а какой у вас родной язык? Я говорю, ну вообще я русский, то есть у меня родной язык русский. И он на меня так посмотрел, но сам этот шеф, хозяин, он не маврикиец, он какой-то то ли француз, может быть, то ли бельгиец, то есть он светлый, да, а у него все работают местные. И он сразу как-то вот поменялся в настроении, и не то, что он прям показывал это все, но потом я, вот я когда уже начал это все прогонять, я понял, что он все-таки вот как-то скептически стал относиться из-за того, что я, можно сказать, по национальности русский. Я, конечно, очень расстроился, потому что я понимаю, что этот рынок на острове Маврикии, он такой узкий, да, как бы связи у меня нету, чтобы пройти именно в сетевые магазины. А у него-то связи уже есть, я еще раз повторяю, что мне было очень удобно бы создать небольшое производство, делать ему просто эти конфеты, привозить, а он бы уже фасовал, паковал под своей маркой и продавал. Ну, в общем, друзья, я понял, что это, конечно, все, может быть, произошло из-за того, что судьба так складывается, да, что если я бы сейчас начал заниматься именно производством, то я все время бы посвящал туда, и я принял это с позитивом. То есть я первые два дня порастраивался, жена у меня до сих пор эти конфеты ест, вот, у нас полный холодильник ими забит. И я понял, что значит, мне сейчас нужно двигаться в другом направлении. Нужно не бояться иногда делать какие-то шаги. Где-то может получиться, где-то может быть провал, где-то могут придраться, вот, как у меня, к национальности. Но это не нужно рассчитывать как поражение или проигрыш. Всегда нужно искать другие варианты, в которых у вас точно получится. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. До новых встреч!